Яценюк. Заявление последовало после расстрела наряда милиции, которые совершили ночью боевики из карательных батальонов. Они вернулись с Донбасса. Война, которую майданные власти начали на Востоке, уже, кажется, приходит в Киев. Волна криминала накрыла город, а многочисленные политические убийства так расследовать и не торопятся. Репортаж Алексея Петрова. Пока на Юго-Востоке нет крупномасштабных боевых действий, оставшиеся временно без дела бойцы разбредаются по стране. Как выясняется, ограбление автозаправки и гибель милиционеров – это дело рук бойцов батальона АЗОВ. Боевики сначала ранили кассира, а после убили двоих сотрудников правоохранительных органов. Ещё трое в больнице в тяжёлом состоянии. На ограбление преступники пошли из-за 800 гривен. Это чуть меньше 2000 рублей. Одного из бандитов задержали, а премьер Яценюк даже собрал оперативное совещание в МВД и потребовал жёстких мер. Наша ответ должна быть такая же. Наш ответ должен быть жёстким и радикальным. Борьба с организованной преступностью, широкомасштабная операция по всем материалам, которые есть, с той целью, чтобы не было повадно никому нарушать закон. Власти много говорили о том, что праздники должны пройти без ЧП. Не получилось. Ссылаясь на безопасность, украинские пограничники в эти дни особенно часто разворачивали россиян в аэропортах и саживали с поездов. Нотариально заверенные приглашения требовали, даже если речь о поездке к родственникам. Ночная криминальная выходка словно иллюстрация. Наводить порядок нужно явно иначе. Если гибель милиционеров вызвала реакцию премьера, то по поводу двух других резонансных преступлений, убийств Олега Калашникова и Олеси Бузины, никаких новостей. Хотя изначально украинские правоохранители в один голос заявляли. Будет сделано всё возможное. Ведётся работа предварительно очень скрупулёзная по изучению места преступления, по работе с гильзотекой, по изучению почерков. Результаты появятся со дня на день, обещали власти. Прежде всего Александр Турчинов. Спецслужбам поставлена задача раскрыть преступление максимально быстро, заявил глава СНБО. И тут же сформулировал, кто стоит за кровавыми расправами. А кому выгодно ликвидировать Бузину и Калашникова, чтобы поднялась такая волна недовольства? Безусловно, врагам Украины. Эти преступления направлены против Украины, чтобы её скомпрометировать на мировой арене и чтобы посеять страх внутри нашей страны. Но если Турчинов напрямую врагов так и не назвал, то советник главы МВД Герасченко, снискавшись славу тем, что обещал по IP-адресам отыскать всех, кто лайкнет в Фейсбуке неугодный пост, заявил напрямую. Убийство – это рука Москвы, не иначе. Оба убийства очень похожи между собой. И в одном и во втором случае убийцы ждали у жилища. Все эти убийства хорошо были спланированными, дерзкими. И есть мнение, что в том числе могли быть замешаны российские спецслужбы с целью показать, что в Украине отстреливают тех, кто был за Россию, тех, кто был против нового правительства и новой власти в Украине. Никакой конкретики и по поводу убийства депутата Калашникова. Сначала появилась информация, что ответственность якобы взяла на себя некая украинская повстанческая армия. Вскоре начальник главного следственного управления СБУ Украины Василий Вовк эти данные опроверг. Фейк, не более. Но зато политические противники теперь строят свои версии. Калашников якобы организовывал платные акции антимайдана. Общаясь с представителями наших спецслужб, я получил информацию о том, что Олег Калашников сам пошел на общение и готов был давать показания об организаторах антимайдана, подвозе тедушек и также о финансовых схемах. После того, что он захотел дать эту информацию, его устранили. Судя по громким заявлениям майданных политиков, ситуация с расследованием многих из них вполне устраивает. Фактов нет. Все можно повесить на таинственные российские спецслужбы. Атмосфера страха, которая возникла после двух трагедий подряд, тем более на руку. Алексей Петров, Максим Колесников, Александр Чуканов и Александр Боткин. Вести из Киева.